Девчонки, у вас там будет холодно? Включите, пожалуйста. Белый, белый. Идите сюда, сюда идите. А то я что-то смотрю, у меня тут звука нет. Дело в том, что меня лавочка не устраивает, я там болтаюсь как-то. Зарю небесный, утешителю души истинны, И живет здесь, и вся исполняй рай. Сокровище благих и жизни подателю Приди все лисявны, и очистены от всякие скверны, И спасти блажен души наши. Господи, благослови наши занятия, не допусти нам ни прибавить, ни убавить от того, что ты оставил нам наследие. Благодарим тебя за переводчиков священного писания, за милость твою, за толкователя и Господи. Дай все услышанное нам запомнить, усвоить, раствори это верою, И притвори в добрые дела. Хвала тебе честь и поклонение Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к евреям, святого апостола Павла. 1 глава, 4 стих. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Толкование. В начале послания, сравнивая его с пророками по величине немощи слушающих, теперь, продолжая, поставляет его выше ангелов, мало-помалу приводя слушателей к истине. Слово «будучи» употреблено вместо «явившись», как Иоанн говорит, «Идущий за мною стал впереди меня». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 стих. «То есть явился почетнее меня». Ведь он говорит здесь не о природе его по существу, по плоти, без сомнения сказано, наследовал, «потому что, как Бог Слово, Он имел это имя всегда». Точно так же и мы говорим о человеке и низкое, и высокое. Как, например, если скажем «великое дело человек», мы называем все, что есть в нем лучшего. Если же скажем «человек, земля и пепел», назовем все худшее. Так точно и о Господе. Иногда мы говорим все, что относится к свойствам божества, а иногда к свойствам плоти. На сегодняшний день что нам этот стих дает? Сегодня есть секта, называющая себя свидетели Иеговы. Они утверждают, что Христос – это тварное существо, не Бог. При этом они называют Его и Сыном Божьим, и человеком, и ангелом. Здесь же Писание нам говорит, еще раз читайте внимательно, «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовало имя». Толковать мне ничего не надо из одного этого стиха. Ясно, понятно, что Христос – никакой не ангел. Превосходнейшее, превосходнее. А какое имя сказано? Сына Божия. Я так и общался с ними, открываю, и Сын Божий – это ведь Сын. Значит, Сын – это не Бог, это Сын Божий. Нет, я выясняю, что ничего такого нет. Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал Себя в духе. Здесь же тоже говорится, что Бог явился во плоти. «Будучи жопли нас. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». А если не было, значит, кем можно спастись? Только Богом. Никаким человеком это невозможно было. Самое интересное то, что они последователи Арии. Арии жил в каком веке? Брак IV? Да, конечно. Первый вселенский собор, 325-й год. И удивительно, что две трети церкви, наверное, да, или большинство, или только один человек… Даже больше, чем две трети. Говорят, 90% потом, впоследствии, до V века, 90% церкви православной стали арианствующими. Уверовали вот в эту ересь, что потом на соборе разбирали эту ересь. А чем она опасна, эта ересь? Кто может сказать? Ну, кто-то считает, что они его за Сына Божия признают, они им поклоняются. Ну, Сын Божий, Сын Божий почитают, Библию также читают. Они заповеди соблюдают. То есть они не пьют, не курят, не убивают, не ларуют, не теряют свои многочестивые люди. Казалось бы… И вот я только к Вере приходил, я имел общение с ними, и у батюшки спрашивал. Он говорит, это страшная секта, страшная… А чем страшна? Я общался с ними вежливые, улыбчивые, культурные. В чем опасность и страх вот этого заблуждения? К чему это приводит? Ну, понятно, что к духовной гибели. Еретики Царство Божие не наследуют, но вот… Элементарно. Но если он не Бог, если он просто Сын, ну, тогда как он может спасать, как он может… Смысл земли его тогда вообще теряется. Однозначно. И потом Троица рассыпается. Нет, Троица тогда вообще. Они говорят, что Троица вообще в Библии этого слова не существует. Понятно. Но в православном учении оно существует, и мы его признаем. Церковь с толп и утверждение истины. Если мы Христа не признаем за строителя, начальника нашей церкви, то у нас вообще истины никакой нету. Нет, но они говорят, что Сын Божий, глава церкви, мы подчиняемся Ему. Глава церкви. Ну, а что они тогда не подчиняются? Они говорят, мы в церкви. Что хочешь тебе говорить, ты скажешь, они вот говорят, они вот говорят, они вот говорят. Они это все и говорят. И что? В чем опасность этого заблуждения? Так они, самое главное, они не говорят, что Он Бог. Они не говорят, что Он Бог-то. И что дальше тогда? Что с ними разговаривать? Ну, Бог и Сын Божий, они живут. Я с ними вообще легко разговаривал. Я их вообще не слушал уже. Я с ними наговорился, вот досыто у нас их тут было, ходило. Я потом только их увижу, сразу, ой, идите сюда, они от меня уже убегают. Там обычно девчонка и пацан одетый, красиво так, в галстуке, в черном костюме, белая рубашка. Я сразу говорю, вы почему Христа за Бога не признаете? Я говорю, вы в аду уже сейчас горите, со своими словами и всеми этими бумажками, прокламациями ходите. Вы не просто, говорю, ересь распространяете какую-то, вы людей живьем в ад отправляете. Раз такие, как суслики, ничего сказать не могут. Я говорю, вы же исправили Слово Божье, вы подправили и там все, где говорится, что Христос Бог истинный. Вы взяли эти места все убрали, прям в своем новом переводе. Что не так, что ли? Да вы сравниваете, гляди. Они уже знают все это, они ничего не сравнивают, они сразу уходят. Если ты чуть-чуть только знаешь что-то, хотя на один вопрос, почему они не называют Христа Богом, они сразу убегают. Это единственные, наверное, люди, которые убегают. Ни песятники не убегают, ни это, ни баптисты, они как-то, ну просто, ну все, все понятно, мы с вами договорились. А эти убегают прям. От меня я не знаю, сколько их, пару бежал уже. Я с ними не беседую. Да. А вот какое-то местописание, ей отец одно. Евангелие от Иоанна 10.30. 10 глава, 30 стих. А чем страшно, тем, что разрушается церковь. Они, человек и так еще к церкви не пришел, они ему начинают закладывать уже сразу антицерковное. Он никак к церкви не придет, никогда. Потому что нас в церковь приводит Христос по своей вере. А мы как придем, если Христос нас не привел? Он как нас приведет, если мы не просим Его? Потому что все в руки отдаю, сказал евреям первая глава. Все в руки отдаю сына моего. Все. Все, говорит, под ножью ног Его бросаю. И ангела всех служителей. Все. Для того, чтобы Он спасал людей. Христос спасает церкви истинно. А теперь пускай они доказывают, что хотят. А теперь арианство и нынешнее мессианство. Христианское мессианство. То есть они Христа признают, но они Его не признают как за Бога. Вот оно перекликается то и уже в конце времен, что называется, евреи признают. Есть евреи, мессиане. Они ждут мессию, они ждут еще. То есть когда придет антихрист, они Его примут за Бога. Потому что они признавали... Примут за Бога? Нет. Они примут Его за мессию. Они за мессию примут, но никак не за Бога. Наоборот. Им и не нужен такого. Они Бога знают одного. Они только как Аллаха, мусульмане знают. Знают они Его и все. Антихристу как Богу поклоняться не будут. Так на этом-то все и основано, что они когда увидят, что Он назовет себя Богом, они поймут, что они ждали лжемессию оказывается все это время. И когда сравнят этого деяния антихриста и Христа, они поймут, написано, и обратятся тогда. Те, которые распяли, говорит, взглянут на Христа. Они же этого мессию отвергают и ждут другого мессию. А те, которые Его распинали, они мертвы? Они уже в аду будут гореть. Это сто процентов. Те, кто его не принял, уже все. Ничего не будет. То есть, как потомки, одобряющие распятие, как бы, получается. Возвращаются. Возвращаются. Да, ну-ка. Не, ну представь себе, евреи, вот те, которые не приняли Христа, они уже в аду будут. Это понятно. А те, которые останутся при последних временах, написано, остаток Израиля спасется. А в другом месте написано, весь Израиль спасется. Ну и в остатке. И люди путают. О, как весь Израиль? Значит, там они тоже будут, те, которые мертвы. Да нет, весь Израиль имеется ввиду живые. А те, которые умерли, их умерли. В остатке, ну в другом месте сказано остаток спасется, а остаток это те, которые будут живы. Этот самый Израиль, он будет тогда при Антихристе. Они примут Антихриста как руководителя своего. Дерьмо. То есть иметь в виду то, что Израиль как таковой не будет уничтожен, он будет существовать именно в остатке. И они его примут, оставшиеся. Не, Израиль никак не может быть уничтожен. Потому что он сядет в храме, выдавая себя за Бога. Когда? Когда наступят три с половиной года царствования его. А до этого будет какое-то царствование этого Антихриста, когда он еще будет не властителем мира. А там будет десять царей, потом от десяти царей останется только три царя, которые поклонятся Антихристу. И вот тогда уже, когда мир и безопасность, Антихрист победит войска с севера под Иерусалимом, они будут разбиты приблизительно в Сирии где-то, на равнине произойдет война, и будут трупы семь месяцев хоронить. И написано, кровь будет до седла верблюдов. Вот какая будет. А пророки Илья и Ленох, когда они придут? Они придут, когда он еще не будет Антихристом. Ну, в том смысле, в котором он будет три с половиной года царствовать. Они будут до этого времени проповедовать еще. До этого времени. А потом он их убьет. А потом уже воссядет в храме и так далее. Потому что если они будут, и он воссядет в храме, то что тогда уже говорить-то кому? Тут все и понятно будет. Так они как раз будут, иудеи, подготавливать, эти два пророка, ветхозаветные евангелисты, будем так говорить. Ветхозаветные евангелисты. Они будут их убеждать, что этот человек никакой... Да они не это будут еще. Им главное не это. Им главное сказать, что Христос Мессия пришел. Вот и все. И что не будет больше никакого. А еще никто не знает, что это Антихрист. Только один роман, малыш. Все. Остальные никто не знает. Они будут проповедовать о Христе. Они будут просто проповедовать о Христе. А в Антихристе они что будут говорить им? Зачем? Когда никто еще не знает, будет Антихрист или нет. Будут им вопросы задавать? Может будет кто-то жив еще из вас? Тогда поедьте там, спросите. Ребята, вам говорят. А вот этих 10 царей, он еще, трое ему поклонятся, семерых он убьет? Ну, не знаю, что там убьет, не убьет. Ну, короче говоря, их было 10, станет 3. Которые поклонятся? Ну, да, они поклонятся, конечно. Что убивать? Проведут законные выборы. А видишь, какая сейчас запутанная ситуация? Почему Ильин так бьется за то, что это не Москва? Это не Москва ни в коем случае. Во-первых, он сам в Москве живет, раз. И во-вторых, как это можно, если ты не искренне уверовал во Христа, как вообще можно на наше православие, на нашу страну православную напустить такое нечестие? Да ты что? Наоборот, там же все наоборот, гляди. Войска севера пойдут на Иерусалим. Ну, что тут непонятного-то? На Иерусалим. Иерусалим это нечестие зла будет. Потому что Антихрист будет руководить войсками. В конечном итоге. Войсками Юга. И эти войска пойдут на него войной. С чего они пойдут войной? Вот тут надо думать. Да такие патриоты, как Ильин. Ну вот патриоты-то и пойдут, я тебе говорю. Поэтому патриоты, Москва там. Да когда об этом и говорит, что туда-то бомбу и бросит Антихрист. Ну, может не он. Ну и те, которые знают, куда бросить. Может быть, это и послужит началом вот этого самого движения туда, похода этого великого на Индию. Все давно хотели сходить. Вот сходили. Пойдут. А у нас все к этому. Все ведет к этому. Вот эта глобализация у нас сейчас России. Вот эта великая неделимая. Все вот к тому ведет, что будет огромная мощная армия. Еще Европу к себе приманим каким-то образом. Непонятно даже как. Здесь же государство должно быть. Нет, ну государство это может быть одна Европа. Это будет все одно государство. Никто не знает. То есть в государствах мы вообще не будем разбираться. Зачем? Ты дальше. Дальше, брат. Я стекляюсь. Что, вопрос какой-то? Я, если хочешь, я хочу. Конечно, хотим. Толкование этого может быть и не было бы, если бы я молчал. У нас была одна девушка, знакомая. Она очень похожа на Ганну. Просто, кажется, пониже грузинка. Шеварвадзе, кажется, фамилия ее. Шеварвадзе, типа. Она обратилась в православие. И мы посоветовали ей. Ты никуда не уходи. Оставайся среди баптийств. Приходи, прищищайся у православных. А дальше у тебя работа будет идти. Заслали. А Олефтиной-то нету здесь. Да нет, не заслали, а просто не вызвали. Она очень близко, знакома была с Олефтиной. Тетя Лаболеевич. Тетя Лаболеевич. Она была на службе. Когда кто-то начинает разговаривать, я знаю, что, значит, то важнее. Я лучше буду слушать вас. Это история. Вы-то свою историю имеете. У меня своя. Мы ходили к баптистам, у них четыре собрания было. В неделю на неделю. Два, и воскресенье два. Вот интересно. Ради еще 67. Тогда был у них пресвитер Никонов Алексей Дмитриевич. И вот Олефтина там обратилась. Мы ходили, я ходил к ним. А не Азову. Знаете, где Азову? А я на второй строительный. Я пешком ходил каждый день. Каждый день. Чтобы на трамвай три копейки не затратить. Неделю. Надежда Васильевна я прозвала великий экономист. Попутно сказать. Каждый день ездит. И занимался с Анатолием Кузьмичом. Рядом сидел отец его. Кузьма Константинович. Он на боевне был. Так прихрамовал, кажется. Это между делом. Так вот. А Алла, она на кухне. А жили так же. Кухня общая у людей. Коридоры. Как общежитского типа. И она больше услышала, чем он. А он сидел записывал. Я ходил и полностью Новый Завет. Прошли бы с ним. Неделю. Вот он столько много знал. Я говорю, если ты все знаешь, почему теперь своим-то не говоришь. А уже ему давали слово говорить. А все равно не примут. Нет, это причина не эта. Ты боишься. Чего обманываешь себя? Боишься, что тебя отсадят от этой соски-то. Вот и все. Алла обратилась. Алла теперь сатайка. Катя Шеварна. Это Девришадзе. Вот как правильно. Девришадзе. Вот. И она там, когда приехал Генрих Фаст. И они ему сказали, что вот есть православные, знают Писание. Он такой любопытный был. А он в это время уже получил духа. У писятников уже стал хыркой там. Я говорю, он нашел у меня духа. Я хыр, хыр, хыр. Вот так вот это. Это все написано в нашей книгах здесь. Надо посмотреть, какая запись. Вот. Это он все рассказывал. Это всего слов дословно. Здесь вот в одной из книг надо посмотреть, какая книга. И они его привели. И мы просидели, пробеседовали. Кажется, немного побеседовали. А потом они почти на собрание. А он, Менонит, присоединился к баптистам. И у писятников уже ухватил духа. А тут он услышал. Потом уже пришлось, говорит, по таенными ходами в баптистов куда-то спускаться, уходить, чтобы его не отпускают уже. Они его буквально заблокировали. И мы закончили беседовать, кажется, полпятого. И он уже за стола встал совершенно православный. Когда уже случилось, он съездил туда, вернулся, он у меня дома жил. И я ему дал задание, уходя на работу, я сказал, знаешь, давай-ка займись толкованием откровения. А у меня как раз была целая книжечка сборников из святых, кажется, отцов. Она не такая уж большая-то была. И он сел. А потом и говорит, у меня, кажется, с академией городка был человек, я его посадил, ты вот этим занимайся. А ты вот этим. А он мне и говорит потом, а я вот о чем подумал, а вам кто задание дает? Вы на всех распределили. У меня комната маленькая, 12,8 квадратных метров, все на глазах. Но он серьезно взялся. И у него ушло то, что я сказал, сиди и занимайся. Он ровно три года потратил на это. Вот что из этого получилось. И когда он сделал вот это вот, то я ему как раз с первого дня стал расстолковывать, что мне известно. Что такое город Вавилон. В него это намертво все засело. Вот смотрите, что, ну, многие кто-то претендуют на это. Ну, должен ты соответствовать этому. Вот, допустим, человек пришел к матери своей, мама, а ты меня как за челом? Папе изменяла? Можете от какого-то блуда? Да ну ты че, Коленька, да ты че? В пятом классе такое в башку пришло. Кто это? Бухарий Николай Иванович. Захотел стать антихристом. Узнал, что антихрист родится седьмого колена блуда. И он пришел к матери и говорит, мама, ты меня не в блуде начинала? Она говорит, нет. Его Сталин расстреляет потом. Это любимец Ленина был. Он и всех туда спустил в подвал Сталин. Так вот, где он-то сказать? Тут должно все сойдет, чтобы антихрист, значит, огонь сводит с неба. Кто сводит? Нету никакого огня. Не продать, не купить. Нету этого. И поэтому, вот как говорили сегодня о романе, это дурнина стопроцентная. Дурнина, и при том с особым таким фиолетовым нимбом вокруг головы. Это, я беру от буддиста. Фиолетовый нимб, это не поддающееся исправлению. Это карма за грехи постигла человека. И она его застигла, и как стальным обручем башку сдавила, и он не может еще сделать. Вот как объясняют, это не просто так. Чтобы этому городу что-то соответствовало, нужно узнать, как первые отцы толковали Вавилон, Павел Вавилон и Вико Буддисов. Все одинаково понимали, Вавилон это Рим. Об этом вопроса нет. Вообще расхождение. Никто-то не говорил, давайте будем считать Александрию, давайте считать Карин. Все сто процентов. Где-то разницы была, здесь не было. Рим. Запомним, Рим. С этим словом Рим мы сейчас должны искать. Первый Рим, Павел, кто там пришел? От кого он пал? От Илла. От Илла. Так? Ну, до этого там Аларик был, вот такие. Вот от Иллы пал. Значит, второй. Ну, раз от Рима, а Рима нету, нет. Константин строит новое, и называется Новый Рим. Константинополь, Стамбул. Да. Номер? Два. У Бога натрия, повторяю. Чтобы понятно было, первый Соломонов храм, второй Зарвавелев, третий Антихриста. Натрия, натрия, у Бога натрия. Если не понимаете, как первый Сарь России Михаил, государство образующий, когда смута была, 1613 год. Ну, Михаила из рода Бояр, в романах взяли. А вы знаете, кто он был там? Мальчишка. И вот там было в это время, кажется, надо посмотреть по тазу, кажется, 4 или 5 группировок было. Сильно там, Единая Россия, Свободная Россия и проще. И яблоко. Единоросов тогда хватало. И все голосовали за своих. Никак не сойдутся. Надо большинство, меньше 50%, больше никто не набирает. И тогда кто-то предложил, давайте мы изберем другого, и вашего, и нашего, а другого, из этого рода. А кто такой-то? А ему 16 лет. Приехали, а мать-то сразу, да вы что, да я Мишеньку, да куда я отдам, никуда. Тогда они все начали клятву эту давать. В роды родов. Проклятие она, кто изменит клятву. Вот Николая II-м-то изменили в этом роду. Вот теперь это проклятие лежит на нас. Так понимают люди. И вот брали. Первый Михаил, государствообразующий. Второй царь Николай отречивается в пользу Михаила, родного брата Михаила Александровича, 2-го на 3-е марта 17-го года. Он один день утром пришел и говорит, не буду. Я не подхожу еще и вот почему. Династически я не подхожу. Я женился, она не царского рода, а это учитывалось. Почему так трудно было найти им. Там одна была, я сейчас не знаю, датчанка, кажется, одна. Она называлась матерь или теща всей Европы. Ее дочери были, кажется, пятеро или шестеро. И она всех за принцев выдала. Везде короли, все ее. Она теща всем была. И здесь тоже. Он отрекается в пользу Михаила. Второй? Один день. Третий Михаил приходит, Сергеевич Горбачев. И государство разрушается, нету. Три. Ты не веришь? Другую историю напиши. Она уже все, прошла. Теперь к вере приводит кто? Владимир. Владимир. Ну согласны все? Ну да как не согласны. Это так. Теперь приходит Владимир Ульянов, раскрещивает русь. Теперь третий придет Владимир, который контекстницу передаст. Третий. Третий, повторяю, третий, третий. Первый Рим пал, второй пал. От кого пал? Там какой Паша пришел-то? Въехал, когда он рукой ударил. Кровавой рукой ударил с коня высоко. Выше меня кто ударит, тот победит. Война кончилась. Он зашел, въехал в храм прямо и отпечаток оставил на колонии. Ну надо посмотреть. Вахмут какой-то. А? Вахмут. Ну да. Второй. Москва мгновенно. Известие шло, допустим, полторы недели оттуда, что Рим пал. Второй Рим пал. Константинополь пал. Россия сразу сказала. Жребий на нас. Мы, Третий Рим. С именем Мы, Третий Рим, ни одного государства в мире не было. Ни в Америке, нигде. А то он просто дурит этот. Да, конечно. Ирин-то. Дурю. Кто назвал себя? Россия сразу там, Василий Третий у них появился. Мы, Третий Рим. Епифаний Славинский говорит. Три Рима. Мы, Третий Рим, четвертому не быти. Не быти. Вот давайте теперь, чтобы соответствовало всем качествам. Первое. На Семи горах. Москва на Семи горах. Москва Семихолмовая. К этому относятся еще два города. Это Вашингтон и Оман. Вот там Оман там задет. Вашингтон. Хорошо. На равных берем пока. Два города претендуют на это звание. Второе. Как я говорил. Они претендовали на роль Третьего Рима? Да, в уме не было. Здесь вся печать. Все бояре. Все. Мы Третий Рим. Мы Третий Рим. До сегодняшнего дня специальное общество бьется за Третий Рим. Почему вы отнимаете от них? Они говорят, мы. Кровь его на нас, на детях наших. Мы будем говорить, этого не случится. Все время случилось. А их гонят и убивают. Гонят, давят. Их сжигают. Ну, Гитлеры все наши. Кровь его на нас и на детях наших. Это не может не исполниться. И сказали они не от себя это. Это должно было. Потому что ваш отец не Его, а дьявол. Это дьявол о поклоннике. Христос сказал. Евангелие Теана 8, 44. Он человек-убийца был. И у них все революции. Все. Она лжи. Но ты не проклинай всем Авраамова. Я уже попутно скажу. Так. Третье. Что Третий Рим-то? И купцы посыпят головы. Какой город, Павел, сгорел. Они обогателись от нее. Нет одного города. Нигде не обогателись. Все города тянут себя. Только Москва обогащала весь мир. Вы вспомните, республики были. Как жили эти там и как. Русские это жут. Ну любой какой-нибудь узкоглазый. Три интернационала об этом говорят. Да, интернационал. Теперь и в Анжире, и в Египет. Все войны, которые революционные были. Или Куба, туда шли и шли огромные корабли. И корабли эти не по две тонны везли туда. Что непонятно. Этот город, который обогащал. А тут тоже обогащают. Ну где обогащают-то? Они обогащаются. Он начал запутался. И говорит, так они, говорит, нефть оттуда кащают. Так она обогащается. А не отдает. Это именно отдает. Сейчас попишут. Так, Египет. 47 миллиардов долларов должны списали. А Альжир там 17,5 долларов списали. Списали. И вот такой вот перечень, кому списали. В Вьетнам еще. Так ты скажи. Очень много. А тонна золота сколько? Ну я посчитал 24 тонны. Ну так прикидываю. Это только по российским меркам. На 1 миллиард? Да, на 1 миллиард 24 тонны. 24 тонны. Всего на 1 миллиард. А я их в один только год получил. Только один здесь получил. Раззербанили Россию. Перестройка начался. Сразу 19, 20 миллиардов. Березовские все это. Это посчитаю умножить на 25. Можно попутно сказать? То есть это составы золота. Уж и золота. Игнатин Ильич, попутно можно сказать? Россия занимает второе, третье место по добыче золота. В мире. Все отзывали. Да. В год добывает от 105 до 150 тонн у нас в стране. То есть представляете, за 3 года. Ой, за кого за 3 года? Мы одному только Алжиру 19 миллиардов. Умножьте теперь на 24 тонны. Это вы и 4 года работаете бесплатно. На 20 даже. Не золотое, а тонна. Так, дальше. Он говорит как золотоискатель. Я попросил ему выдать эти данные. Я посчитал и не поверил. Я посчитал до этого. Сколько золота. Так же сходится. Все. Я узнал, какой там курс, золото, унция. Я только не по английски, а по российскому рынку. Значит, все стоит от России. А когда пришел Путин, то я не знаю сколько, там было то ли 4,5 тонны, все осталось, говорит. Да. Золотого запаса. В России. Когда в России золотой этот запас был какой, там вообще. 96 тонн только осталось, которые Америка не отдала, когда революция началась. Значит, нужно найти город, который всех обогащает. Ни один не подходит. Ни один. Так. Нашли. Следующее. И найдена на них кровь мучеников. Вы знаете сколько погибло? Епископов только 200 голов отрубили. Епископов. Монахов, монахинь, проще 300 тысяч. Всего корабль, подсчитывать, погибло 66 миллионов. Всех славян 110 миллионов. Какая? Куда-то мир задохнулся. Когда 125 миллионов во всей Римской империи только было. А то Римскую империю подголовно всю порубили. Кто? Коммунисты. Второй. Владимир, который пришел, раскрестил Русь. А как раскрестил? Как Юлиан Отступник. Специальная яма вырытая. Человек садится там, большая крупная решетка, и кровью быщащей брыжет. Отрекаюсь, отрекаюсь. Сатана, от Христа. Отрекаюсь от Христа. Так Юлиан Отступник поступил с собой. Так Ульянов, Юлиан Ульянов. Это одно имя. Из родов. Игнать Игнатьевич, эту книгу надо красный террор читать. Там данные даются до 41-го года. Бегунова? Да. Сколько уничтожено. Просто читать невозможно. Вы не сможете. Вот смотри дальше. Читать. Кровь. Нигде столько крови не было. В Вашингтоне не гнали. Аман вообще с карты сошел. Больше нет. Кто претендовал. И сегодня, по сей день, они кричат, мы Третий Рим. Ну и дальше. И на щеле написана тайна. И заметьте, везде император, помощник, халиф. Но секретарь нигде нет. То есть секретарь от слова секрет. Везде секрет. Железный занавес. Не проехать, не пройти, невозможно. Вот недавно одного писали. Курилов. Курилов, не по Вячеславу, не по Вячеславу, не по Вячеславу, какое-то имя такое. Бежал. И как бежал? Он пытался. А каенографический институт кончил в Ленинграде. И он хотел за границу там съездить, посмотреть. Его не пускали никак. И он узнал вдруг объявление. Туристический корабль России. Я на России, как раз на этом корабле. Нас на Камчатку вели. Самый большой в Советском Союзе. Кажется, 208 метров длины. Вот отсюда встань и 208 отмерь куда. Корабль его Германия там потопила. Потом подняли, отремонтировали. Советский Союз взял его. И он на нем поехал в круиз. Но он там много занимался йогой. Я думаю, он мог, я говорю, обходиться без еды 36 дней. 36! Без питья 6 дней. Это невероятно. Просто было там. И вот еще с собой не взял, только одна маска. И когда корабль обратно пошел, он не заходил в какие порты. Визу не надо было открывать. Там они загорают, сидят там и едут. Зима! Уже холод такой был. И когда мимо других островов, он все маршруты, все знал. Но с собой карты не было, компаса не было. И ночью, и он прыгнул. Первое, что понял, говорит, его засасывают под биты. И как он его выбрался оттуда, не убило. И дальше теперь, говорит, корабль уходит. Его коснули, найдут, что его нету, только через двое, кажется, суток. Корабль повернет назад. Думали, что он упал. А он поплыл. И только по звездам. А днем, мне вообще не знать, в какую сторону он пытался. В окну, в акулу его не тронули. Самое тяжелое, говорит, я испытал здесь, говорит, сон. Я засыпаю, под воду ухожу. Вторые сутки, третьи сутки. И уже берег в одном месте увидел. Теченье захватило и снова в океан унесло. И потом где-то еще уже сколько там, сот километров. И Теченье мимо другого. И он успел выгрести. И вышел пропитанный планктоном, весь светящийся. От него дикари все бежали. Планетянин зашел в снегу. И дальше он как его додержат в тюрьме. Потом узнают, там канадцы берут его. И дальше что с ним. И дальше он дает уже интервью сам. Документальный фильм. Вот какой занавес был. И когда узнали, что он спрыгнул, измена родины. Суд заседает, показанный 10 лет ему. Да его акулы могли бы съесть. Но не съели. Мы съедим его. Это просто один в океане. Зарядите в интернете и сразу наберите. Есть фильм такой. Курилов. Есть фильм такой. Восток-запад еще есть фильм. Ну может быть. Там тоже. Так вот теперь смотрите. Раз, два, три. Я беру только пять качеств. Чтобы соответствовали тайно. Секретарь. Генеральный секретарь. И везде секретарь. Да самые маленькие везде секретарь. То есть везде секрет. Вот Надежда Васильевна у меня. Она работала Алтай-Трансстрой. Алтай-Трансстрой. Вон мосты какие-то делаем, дороги. Но у них специальный спецотдел. И каждый день приезжает человек. Берет. Ничего там нету. Начальник жилья на руке. Алёхин кажется был. Да? Алёхин. Ну по местным меркам это генерал. Все время на чищенный теплый вагон стоял. Один. На одного вагон. Все время на одном пути. И он куда поехал. Вагон что был. Там две уборщицы. Как у Путина за машиной. Говорит. Две специальные женщины пыль стирают. И вот теперь секрет. Железный занавес. Не проникнуть. Не сказать как в Северной Корее. У кого найден будет телефон. Вот сейчас. Смертная казнь. Телефоны все выброси. У кого он найден будет. Если ты слушал зарубежную передачу. Смертная казнь. Северная Корея сегодня. Почти такая же остановка тогда была. Вот это надо чтобы у ней была чаша мерзости тайна. Вот пять признаков. О которых я сразу сказал. Вот они теперь вошли сюда. Доказательства. Давайте против. Найдите мне город. В мире. Который бы столетиями. Минимум уже 300 лет. 400 лет. Который претендовал бы на роль. Третьего Рима. Третьего. Ну кто? Выходи. Никого нету? Москва. Интересное происхождение слова Москва. Это не знает как. А проходили. Когда Москва только строилась. Ну. Я не ручаюсь за это. Это англичанин проходил. И его спросил русского. А это что за рещушка-то? А один говорит. Он как-то там. Комарьё одни москиты. Москиты. Это послужило слово Москва. Москаву. Москаву. И так и пошло. Москаву. Москаву. Вот она Москаву. То есть. Болото комары. Другого ничего там не за... Оно не переводится это слово-то никакое. Он не расслышал. Ну вот как этот... Первый раз когда попали среди аборигенов англичане. Увидели кенгуру. А как звать? Он говорит. Кенгуру. Он так и записал. А потом только узнали. Он говорит. Я вас не понимаю. Слово кенгуру. Я вас не понимаю. А назвали теперь это животное. Такое оно есть. Он ответил-то правильно. Я не понимаю вас. О. А что такое, а? Приехали. Ну, приехали. Жалко. Ну, да, ну, да. Да ушли все. Тросили нас. Приходите по чаще к нам. Тарасик, готов на лето свою команду? Ничего, сошли. Давай. Так. Бать, педикей своих. Как доказательства? Неопровержимые. Все пять пунктов сходят. А в Америке никогда тайной никакой не было. Там все время свободно Америка. Говори, пиши, печатай. Вот один говорит, карту. Стал. Ты что, карту? Тут нельзя, это тайно. Тайно, говорит. Я ее привез с Америки. Она в киоске продается. А у нас все еще под грифом секретно. Карта там какой-то местности. Вот батюшка встал там нынче. Кадастровый какой-то там отдел. Приехали. Замерять, где храм, где что есть. И на меня один вышел. А он в кадастровом отделе работает. Это в Подмосковье. Новиков Сергей Александрович. Один из самых лучших помощников моих сейчас. Он у меня раскрепостил книги мои. По отдельно сделал файлами. И сегодня, вчера, сегодня первый ролик выставил о моей биографии. В каждой биографии примерно 130 фотографий. До слова Божия нет. И таких роликов будет 8 или 9. И в каждой 130-170 фотографий. И он говорит мне, скидывает. А вот здесь надавите, говорит. По телевке, говорит. Позавчера что ли, казахстан номер присвоили. Он в этом отделе работает. Ну и нажал, и правда. Вот это, говорит, с пищевого полета Потеряевка. Я говорю, а у нас-то там квадрокоптер-то это был. Вася-то приезжал во время Крещения. То он летал. Крещение идет. И он оттуда снимает. Он стоит руководит над ним. Видели? Кто видел? Ну видел, потеряевки был он. А дальше он его поднял выше. И он сидит и смотрит, где он летит. Летит над Барабашом. Повернул по всей деревне. Туда, где Андрей. Над ним поднял повыше. Сфотографировал. Фотографирует все. Повернул к лагерю. Оттуда. И теперь вернулся туда. И теперь ребятишки стоят и его ловят. Тут-то-то-то садится. Я говорю, а сколько стоит? Тысячу долларов. Это дорогая штука. Ну ничего. Так вот он мне, Сергей, говорит. Вот это такое. А я ему сказал. У нас вот это. Так мне это дайте. Это тоже вроде вышите. То есть наша очень отдельно. Все там известно. Каждый участок поля. Вот ваши, говорит, пруды. Все, 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 все. И он в Москве сидит. Сидит и знает. Че? Дурью-то мается. Что номер сдали, так и другое. Ну? Вот такое знамение для меня непонятно. На Пасху, значит, огонь с неба сходит. И патриархи ждут его. Что это за знамение такое? Что за огонь? В Иерусалим. Да. Намекает на то, что... На Кувыклю она спрашивает. Про Кувыклю огонь. Кувыклю? Да, ну, этот... Продежица? Схождение огня на Пасху. На Пасху я в это не верю. Благодатный огонь. Сегодня уже все разоблачено, на тысячу раз. Показано, когда он заходит туда, и что это. И вот они выносят благодатный огонь. И как его встречают? Молодые арабы, каждый год одинаковые. Они скачут верхом друг на друга. И там по храму, и там что делается? Такое беснование какое. От него никто не обратился никогда. Я не верю. Я совершенно его не признаю за благодатный. Но это мое личное мнение, я не убеждаю. Но сегодня в интернете это все можно найти. Но я это без интернета. Я понимал, Богу не нужны чудеса. Зачем бы это нужно? Нет, чудо. Иудеи требуют чудес. И Елены ищут мудрость. А мы проповеды Христа распятого. Где чудеса, там проповедь не нужна. Люди ушли в другую степь. И все. Свечи оттуда приносят. Эти свечи оттуда были. Грамма воска в них нету. Благодатные свечи. Я говорю, с такими свечами у нас только в сарай ходят. Привозили мне из Иерусалима. Это люди, которые верят, что Антихрист уже пришел. Им же надо дальше лгать. Так а мы говорим, огня-то с неба не было. Говорили, что огонь с неба будет. Есть. С неба, с неба. А не в Кулуклю, когда зайдет. Сережа, не в Кулуклю, когда зайдет, там его раздевает, ощупает. Там 10 зажигалок можно провести. А Антихрист будет огонь с неба прям конкретно. Ну, сказал огонь, попали их, как Илья. Огонь другим. Подарил, все. Это не чистой силой это будет делать. Илья сводил огонь с неба? Сводил. Сводил. А как? Ну, все видели. Даже в день 50-ти все видели, но огонь, который не пожигал. А тот пожигал. И главный огонь какой силы. Вот. Кто знает, атомная бомба была на Хиросиму, какая температура? Никто не знает. Камни, все испаряется. Стань, стань. Ну, хорошо. Вот когда человек сжигает в крематоре, температура какая? Ну, ты должен знать. Я не работал в храматоре, не знаю. Ну, что ты не работаешь, это по твоей специальности. Да, конечно. Это не относится к моей специальности. Дайте отходы, не девай, а которые следуете-то. Не относится к моей специальности. Да, давайте ты должен знать. Ну, если узнаешь, не вовред будет? Не вовред. Семьсот пятьдесят. Спасибо Христос. Семьсот пятьдесят. Сталь плавится тысяча пятьсот. Ну, тысяча сто, тысяча двести, тысяча пятьсот уже все, расплавилась. Но, когда взорвалась атомная бомба, три с половиной тысячи. На земле только. И вот сидел человек, и там теперь только тень. Показано тень, он испарился сразу. Его нету. А на поверхности Солнца, ну, так определяет, шесть тысяч градусов. Шесть. В центре, там речь уже может быть о миллионах. Самая низкая температура какая может быть минусовая? Минусовая? Минус триста, там, шестьдесят или триста семь, мне кажется. Ну, ну. Я точно не понял. Минус двести семьдесят один градус. Так, ну-ка, сколько? Минус двести семьдесят один. О, а ты триста хватил. Хватил. Двести семьдесят четыре градуса мороза не создать. Потому что двести семьдесят один, движение молекул остановилось. Никакого колебания нету. Мертво все. Его искусственно только можно создать. А какая самая большая температура, никто не знает. То есть, нет ей ограничения. Речь идет о тысячах и может о миллионах. В самом эпицентре взрыва. Вот и все. Шесть миллионов считают? Огонь с неба свести. Какой? Ну, мы говорим, что, чтобы огонь задержать градусы, там должна быть топка такая, камень обнеупорный. Ну, камень, который барахт, еще жертвы не делает-то. Да водой залил. И пал огонь и пожал жертву, воду и камни. Так написано? Да. Так это какая температура-то? Ну, я сказал, что не 750. Значит, температура, речь идет о тысячах градусов, чтобы камень испарился весь. Когда атомная бомба взорвалась, камень не испарился. Ступени целые, все, только человек испарился. Но она взорвалась-то не около земли, а там сколько они, чуть не километр. Ну, да. Вот так. Теперь мы смотрим, что по всем пяти пунктам, по 100% программе, только Москва подходит. На Бутово, на один маленький полигон в Москве, где расстрелят священников, решили экскурсию сделать президента Российской Федерации. И Путин там ходил и повторял только, чудовищно. Да что же это такое? Да не может быть. В другое место подходит и говорит, а вот здесь 5000. Они не знали ничего священника, просто брали подряд и истреблялся класс. Класс священнический. Ну где, в каком городе? А в Парижскую коммуну? Ну да, три священника пострадали еще дальше. Ну 3,3 миллиона, разница есть в миллион раз больше. Зачем ты против истины восстаешься? Когда начало там, Ильин говорит, что страха Божия нет, никаких знаний нет или веры нет. Ну ты по всем пунктам. Но я когда сказал, какой город в мире претендовал на роль Третьего Рима, он ничего не сказал. А что он скажет? А нет такого, кроме Москвы. Ты сейчас говори, где Третий Рим, и ты увидишь сразу Москва. Там больше ничего не будет. Это не мои слова, моего тут еще нет. И теперь в каком государстве, чтобы тайно, 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 ничего нигде не скажи, нигде не скажи. Гер, ну, корее ты от кого? От Советского Союза? Сотдесят. Назвался не Занос, а Железный. Никакая тайна не пройдет. Секретарь. Название какое? Секрет. Тайна. Тайна и секрет. Тайна и секрет это одно и то же. У них тайна. Секрет в руках. И все названия говорят секретарь. Даже этого не видят. Мне это никто не открывал. Я думал об этом. Молился и как высветило. Тайна и секрет одно и то же. И все генеральные, все секретари, да самая маленькая печатает, которая секретарша. И никто не удивляется. Игнат Иванович, а в конечном итоге все это называется могила? Ну, конечно. Она сгорит. И главное, что никто так не обогащался, как она. Нигде только крови не провито. Вот я нахожу только пять, а и больше пунктов-то. Все. Конечно, больше. Москва, Семихалвовая, поэт Глинка пишет. Ну, и так понятно. Воробьевы горы, там названия все и даются. Я не хочу этого. Ну, ничего нельзя сделать. А можно так сделать, чтобы сейчас вот все обратились, и все бы молились день и ночь. И Христос мирно сошел бы, принял их. Не может. Такого не будет. Это фантазия. Но можно, чтобы демографическую обстановку переломить. Теоретически, да. Вывод. Восемь целых, одна десятая ребенка в среднем у мусульман. То есть у одних десять, у детей у них там двенадцать. У кого-то поменьше. Восемь один. У русских одна целая восемь десятых. Ну и что? Нужно, чтобы каждая русская женщина родила не меньше десяти. Это Смирнов говорит. Смирнов, Дмитрий, отец. Ну, это теоретически невозможно. У нас в деревне только у нас было десять. У других девять было восемь-десять только у нас. А это надо, чтобы в каждой семье, да это никогда не было, это надо всех сделать баптистами. И примерно, чтобы все перестали в мире рожать, чтобы они баптистки рожали. Тогда что-то повыше. А можно еще вопрос задать? А вот ему задавай, он главный. Нет, я к вам хотел, поэтому же. А почему нигде не сказано, что когда пойдет вот этот самый Вавилон, то проиграет вся страна? То есть там же говорится только о столичном городе и все. А скажи, революция где произошла? Ну, в столичном городе. А все, вся страна сроду пошла оттуда? Все? Ну, как бы... И никакие белые две. Решается один город. Это не город, а значит вся страна, руководство там. Сейчас дадут указ. Вот новый закон сейчас издавать. Машины, которые ударят другую машину, значит обе машины отдавать тому, кого ударили. А того вытряхивать и сразу отдать. И завтра будут делать. Неплохо было бы, ты пересел, только я все это помаленьку отремонтировал. Я до сих пор еще не делаю. Вот и ваш мужик один говорит, слушай, я слышал, говорит, тебя жена машину разбила. Да, разбила. Ну, сама-то хоть живая. Ну, пока живая Ваня заперлась. На Москва-то как спрут. Она во всех, по всей России, экономически влезла во все инстанции. И управлений, и экономически. Она от всех обогащается. Да. И сама обогащается в этот момент. Главное закон. Только не своим людям. Вот законодательное собрание. В каждом регионе свое законодательное собрание. И эти законы он уже делает, чтобы не вопреки Российской Федерации. Вот представь себе. Я говорю, и сколько законов? А у меня подошел этот человек, говорит, а ты видишь, например, вот такая пачка, две пачки. А ты, говорит, все-таки местное законодательное собрание. И это мне показывает Оськин, помощник федерального инспектора, получник предсоветия президента. У Шубы, когда был. Вот такие, я говорю, хоть один человек знает, говорит, никто не знает эти законы. Речь идет о законах, а не о правде. Вот он написал закон, что таким-то нашим решением предыдущие законы устраняются, мы новое. Вот Рамзан Кадыров один только решился, пока один. Категорически по закону запретил аборты. Аборт приравнивается к убийству. Все, ни одного аборта нет. А вопреки это, нигде не противоречит Конституции-то. Нигде в Конституции это не сказано. А теперь ему говорят, ну, Рамзан Ахматович, ну как же так, то у вас, вы же Российской Федерации, ну. Ну а почему же вы многоженца допускаете? А в законе нигде не обговорено у нас. Ну мне говорят, вот представитель такого-то районного там суда, у него две жены, у этого две. Ну мне одной хватает. Принят закон, кстати, вы заговорили об этой теме, о выборе, о возможности выбора, отказа производить аборты у врачей по совести, по закону совести. Ну, уже среди врачей там обсуждаются, там же они же большей частью это неверующие люди, поэтому у них там закона совести-то и не существует. Я вам покажу пальцы. Посмотри, сколько на черное осталось пальцы. Видишь вверху? Это не крашеная. Почти самый момент, когда мы уезжали, за неделю, мы разгружали жерди, и жерди мне задавило. Я приехал, до конца черный, теперь черноту эту выгоняет. Как только до конца дойдет черное, я поделю на сколько дней, узнаю, какая скорость, как ногти растут. Вот оно что, вот. А почему, говоришь, а тут одного нету и не придавило. Как хорошо-то. А думали, что его нету, да? Моресия прилетел, говорит, а они говорят, ноги, две пули что ли прошли с кого ноги. Там все, у него, говорит, паранит. А они говорят, и не больно. Алексей Моресия, плечик, без ноги. А вот по истории поясните, может кто-то не знает. Вот первый Рим, потом второй Рим, Константинополь, третий Рим, Москва. Ну, Рим, ну, и сейчас Рим, столица Италии. Как так второй, третий? Что такое Рим? Роли-то никакой нету. Город, который, вот что будет у него, весь обогащать. А Ватикан кого обогащал? Он только грабил и грабил. И он роли никакой не играет. Это главенствующий над другими городами написано. Над царями. А этого нигде нету. Да какими царями-то? Это Россия везде все берет. Там Гватемала, это одна из большин России сейчас. Речь-то шла о Римской империи, а не просто Рим. Конечно, город это... О столичном городе империи. Москва это Рим. Что Вавилон и Рим, это все статусы. А какой Рим? Революция по всему миру. Игнать Ильич, историю просто до такой степени не знать, что у меня не понимаю я даже этого. Рим был разделен на восточную и западную. Две империи были. В восточной империи там города вообще не было. Ну нормально. В Афинах там или где там они были? В Малой Азии. А Рим был в западной половине империи. Конкретно империя разделилась на две половины. А знаешь при ком это? Феодосий старший. Аркадий и Гонорий. Два сына были у них. Их воспитывал Арсений. Великий. Задача какая? Найти самого умного всей империи. Чтобы знал мирское, математику, астрономию, физику, биологию. И по-божественному. Знал писание, знал творение. В одном, чтобы человек и было. Не нашли. Тогда другую часть империи дали. Отец собрались. Мужу это своя думает. Но если мы не найдем, не ответим. Что о нас император будет думать? А у него два сына подрастают. И он уже заранее решил империю разделить. И вот где будет Златоус, это Аркадий будет. Это был подкаблучник ужасный. Что только жена скажет, то и делал. И Златоус это при нем сверли. Это его жена Евдоксия. Ее дедокеза, это неправильно. Это дочь одного жреца. И он когда жрец это делил, имущество это все. А ей почти ничего не досталось. Она говорит, папа, мне-то ничего нету. С тебя красоты хватит. И так и получилось. Когда его сестра Пульхерия стала искать невесту, как раз выбор пал на нее. Она скромница такая была девочка. А выросла такая Мегера. 32 года тряслась в могиле только. Пока не принесли прощения, бумагу от Иоанна Златоуста в гроб. И тогда трясение прекратилось. Это история? Да. 32 года плита сползала, ничего не могли сделать. И тогда пришел сын, Кабхедосин младший, и стал умолять и простить. Из Златоуста говорит, Иоанн, прости. Прости. Вот так было, когда Алексей Михайлович просил за неуемную лютость предка нашего Иоанна Грозного. У Филиппа Колышева, митрополита. Просить прощения, когда мощи пошли. У меня статья была, просить прощения у мертвых. Она здесь, в книгах, ее напечатал в Вещерний Барнаул. Считал, да? Эта статья побудила Евгению Дмитриевну Никитину прийти. Она уборку делала, и газета попала. Я говорю, села считать, и стал разузнавать, где это идет. Кто такой человек, в редакцию позвонила и вышла на университет. Ну и вот дальше-то. В начале V века Аттила захватывает Рим. Рим пал как государство. А он же не просто было государством. От него другие зависящие были. Вассальные государства, союзники и так далее. То есть полностью Рима не стало. Но Византия осталась. Восточная империя там была Византия. Сегодняшний Константинополь. И Стамбул. Дело в том, что очень сильная позиция была Константину. И чтобы там ничего не тревожить, ну ладно, Алмату бросаю, а Остану. Остану город. И он там за Босфор, и там построил вот этот Стамбул. Это Константинополь. Стоим именем назвал. Ну конечно, все поползли, подняли город. Мы там проезжали. Я бы хотел еще побывать в каких-то городах, но Стамбул меня не тянет. Нигде не видал такого движения. Трехэтажное идет. Мы не можем не остановиться, ничего нас как потоком метет и все. Мы были в этого храма рядом. Говорим вот о Стамбул. Так, теперь наступил 1453 год, который все православные знают, кроме... Ни кто ходят к нам на занятия, кроме Игнатих, начать. Махмуд Гирей, второй или третий он там какой-то, захватил Константинополь, понимаешь? Византия тогда была. Захватил прям, представь себе. На стены залезли, и турки захватили полностью Византию. Все, от нее ничего не осталось, от Византии. Никто не знал, что захватят. Там какого-то ноября это все случилось. Я не помню сейчас точно. 18-го что ли? 1553 год, запомни. 543. 553. 540. Ты сказал 1453. Ты сейчас наказал. 1453 год. Да, 1453 год. А я 1500 сказал. Нет, это уже... 1500 он под Веной стоял. Осман. Понял? И все. И теперь как только я дальше Игнатих рассказывать историю, И как только пала Византия, в Москве только услышали, и сразу там святые нашлись, старцы, и Третий Рим это мы. Все. Это считай сколько... Византия на себя обязанности Рима взяла. Больше пол тысячи лет. Третий Рим, третий Рим, третий Рим. А Рим, это Вавилон, Павилон. Тут даже доказывать еще не надо. Империалисты это кто такие? Не понял вообще. Не, ну я понял. Империалисты это вообще относится к капиталистам. Это не к империи относится. Ну вот вы говорите, что Москва, которая заразу коммунизма распространяла, и те такую же заразу, или только торговые вот эти вот имеются в виду отношения? Ну и у тех тоже была зараза, только зараза самодержавия. Зараза. Монархии. Это то же самое, что коммунизм. Только поменьше, конечно, не так. Все равно. Он не понимает... Договорились. Это все власть. Опровергать может вот это вот только тот, у которого страха божия нету, или какие-то злые умысла. Увести ложным путем. Я думаю, что Сергей Ильин еще меньше знает, чем Сережа у нас. Ну в этом-то вопрос еще спорит. Никто не претендовал. Фактически не 500, уже скоро 600 лет претендует на это только одна Москва во всем мире. Но ни два, ни три года. Это полтысячи лет. Тысяча 453 года претендует. Спорщики. А спорят, кто ничего не знает. Зачем мы будем об этом думать? Как зачем? А кто знает, тот возвещает. Один раз. Никто Николаевич, отсюда же дальше пошло. И старообрядцы отсюда же возникли. Никон же тоже хотел на церковную власть все это перевести. Он хотел, ему пообещали, говорит, быть вселенским патриархом, которое звание носит. Обольстили. И написано, когда Никон узнал, что они говорят, пели Аллилуйя, Аллилуйя, Слава тебе Божия. Оказывается, три раза Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И он сразу, это сколько лет, сколько богослужений, сколько раз Маллилуйя не досказали. И он страшно испугался. Ну какое было состояние? Страшно испугался. Что Аллилуйя сугубая, она должна быть трегубая. Ой-ой-ой. Это кто же нами руководил-то? Я сейчас выставляю эти материалы. Прямо сегодня, вчера выставляю протопопов вакуум. Жукова. Ох, как хорошо написано. Я его насчитал в 70-е годы. А сейчас мне четыре помощника Бог дал. Два Сергея, два Андрея. Все, 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 склады мои вот так разнесло. Они работают и выставляют, и выставляют. Я сейчас выставляю каждый день по 15 роликов ежедневно. И каждый день я выставляю, я послушал, примерно 28-30 часов. А в сутках только 24, никого не прослушать все. Каждый день. То есть такого ресурса нету, нету и не было, и не будет. Притом, как опровергать? Иоанн Кронштадтский его, я насчитал тогда. Игнатий Гринчанинов, Ефрем Силин. Духовный светник, это все по одному ролику. А их-то там 12-10. И знаете, я еще что понял? Вот из всех наших занятий, вот сегодня только утром Сергею сказал, я могу точно сказать, вот сколько там ходит у нас на занятия, там 32 человека зарегистрированных, они никто не прочитал трехтомник до конца, ни один. Иначе вы, что бы они там спорили, они переписки-то пишут, никто не знает, никто не знает, этого никто закрыт. Мы им выставили, выставили там. Сергей выставил первый, второй, третий том, выставили. Ну я видел, что выставили. Сергей, ты только как начинаешь, и сразу скажи. Читатель. Мы выставляли такое, какое было в университете, спора не будет. Вы пришли на занятия, нам чужие мнения не надо. На занятия, ты можешь задать только вопрос непонятный, что в этом расширить-то. И поэтому сейчас полчаса проходит, дальше будет вопрос-ответ. Он выскочил, нажал кнопку, я предупредил. На этом все, не бойся потерять. У нас какая была дисциплина? Больше 20 лет и ни одного бунта не было. Никогда. Люди сидели, ну ты была, записывали. Вопросы, бумажка, на все вопросы отвечали. Немножко упущено стало. Он вопросы засчитывал, и я отвечал. Немного упущено стало это все дело. 4124 вопроса сохранились только. Тысячи. Дело все в том, что Сергей Ильин захотел учительствовать, и вот у него все это поперло. Я не хочу называть даже его. Это его дело, пусть учат. Хорошо, что учат, но учить надо знать, чего учат. О чем речь? Учениках, если не было. Я же не говорю, что это плохо. А он, видишь, по-гречески так в словарь заглянул. Когда святые русские переводили, четыре духовные академии, запомните. Такого перевода в мире больше нет. И они знатоки такого были, такие знатоки, что каких сегодня нет. Просто нет. Ну, представь, Павский пишет, учебники для еврейских школ. А учебник писать, это на барфологию, синтаксис, все надо знать. Но это не все. При этих-то своих знаниях они переводили с оригинала еврейского, греческий, латинский, арабский. И смотрели, как это слово толковали святые отцы Златоу с другой. Значений-то много у слова. Вот как переводили. А сегодня он берет по словарю, посмотрел такое слово. А у него значение сколько? Вот, допустим, слово душа. Что такое душа? Все сразу вторую субстанцию. А на самом деле 18 значений этого слова. Ну, Яков говорит, с ним прибыло... А какая семья? Она небольшая, 5 душ. Ну, не душа, а люди. Еще душа. Отдается предпочтение высшему. И вот душа, говорит, прилепилась, что-то, пластелин в клее прилепилась там. Да нет, это означает чувство любви. Иначе душа из меня выходит пить хочу. Не душа выходит-то. То есть жажда пить называется душа. Они просто не знают. Когда начинаешь в Писании смотреть, исследовать надо Писание, исследуйте самих себя, верили вы. А раз ты этому не веришь, тебе веры нет. Вот я тебе сказал, его не упускай, Сергей, это, допустим, Ильин. Теперь покажи, в каком городе столько крови пролито. Так и город, это государство фактически-то. Вы уже повторяете себя, Тихий. Давайте. Евреям 1,5. Да, Тихий, Дыш, поглядите, потеряй, вку нарисовали как. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя. И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Толкование. Откуда, говорит, видно, что он лучше ангелов. Из имени его. Имя, сын, означает истинное рождение. То есть, что он из него, если он сын по благодати, то ниже ангелов. Выражение, я ныне родил тебя, означает не что иное, как то, что он от начала, с которого и отец. Как выражение, сын, сущий, употребляется о Боге в настоящем времени, потому что оно более всего прилично ему. Так, точное выражение ныне. Впрочем, некоторые считали, что слова, я ныне родил тебя, сказаны не о предвечном рождении, а о рождении его по плоти. Ибо и оно было свыше от Святого Духа по благословению с большой буквы Отца. Это, очевидно, сказано в отношении плоти, ибо когда он принял ее, то уже все подобное, без опасения, говорится о нем. Итак, воспринятая природа унаследовала подлинное имя сына, которое имело слово, соединившись с ней, так как она ипостасна в нем, как и ангел сказал, и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Лука 1.35. И еще, он будет велик и наречется сыном Всевышнего. Лука 1.32. Этого никто не получил из ангелов. Если же некоторые из праведников и называются сынами Божиим, то по благодати, а у Христа не так. У него сыновство по ипостасному тождеству с воспринятой им человеческой плотью. Что такое ипостась? Сначала ответьте, а потом скажи. Он рядом спросил. Как синоним слова ипостась? Оно русское, не русское, с какого языка зависит? Наверное русское слово это что он означает? Я него придумали, когда он написали, ипостась, ну что, никак ты сам? Проявление. Равность. Нет, нет. Это проявление чего-то. Ну смотри, человек на работе. Личность. Работает. Личность поможет. Я познакомился с его женой. Я говорю, а муж у вас верующий? Да нет, не верующий. И он матерится. Кто? Мой Георгий? Да нет, никогда. Нет, 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 нет. В библиотеке сама работает, краевая у нас. Муж пришел, один раз прихожу, он там есть. Я говорю, можно поговорить? Пожалуйста. Я говорю, вы утверждали, что они ругаются? Да нет, конечно. Я с ним и живу, у меня же дети большие, я никогда не слышала. Но у него вторая ипостась есть? А какая? Я говорю, скажите, пожалуйста, у вас дача есть? Он говорит, есть. Но было так, что промахнулся, два по пальцу ударил. И первое, что ты даже не обдумываешь, что сказал? Было, а что? Я забатерился. Она Гоша. Ну так дальше. Теперь товарищи на работе, а работает на меланжевом комбинате. И вот, бывает, там рассказывают анекдоты, там похабные просто так. Вы смеялись вместе с ними и тоже рассказывали? Да, она Гоша. Я говорю, вы сколько лет прожили? 16. Я говорю, за 16 минут узнал больше. Понятно? И она, конечно, надо смотреть, вторая ипостась, с кем он там и кто здесь. А я никогда в семье не ругаюсь. Я говорю, парашу можно закрутить, вонять не будет. Но ее открою, она опять та же самая. Вот и все. Это две ипостаси, в которых... Вот меня если спрашивают, скажите, вы бы жили во времена, когда вот эта борьба была за это, вы на щекой стороне могли быть? Ну, могли, это другой вопрос. Ну, я говорю, что у Арии были очень сильные доводы. Эти доводы взяли свидетели сторожевой башни, назывались свидетели и говы. Да вы что, да... Это все доказательство. Но Арий брал прямо из Писания. Вот обычно, когда говорят, какой-то иритик, да он такой, косоглазый, да он там рогатый, когда пишут об Арии, православном, какой он был импозантный, какой вид у него величественный, какая чистая речь у него была, как он влиял на... То есть о нем ни одного плохого слова православные сказать не могут. Он привлекателен был собою. Ну, и как... Очень и очень сильные доводы были. Я не знаю, на какой бы стороне был, но я православный. А потом Несторий пришел, он говорил, Богородица не может называться Христородица, потому что Бога нельзя родить. Я бы сказал, я на стороне Нестория был бы. Моя уже родился в другое время, теперь я знаю, она Богородица. Но доказательство очень сильное. Вот сегодня как правильно? Двуперстно? А теперь, кто двуперстно молится, этот Роман, погибший, сдурел совершенно. Князь Владимир это принес, этот Сергий Радонежский молился, основатель русского монаши, Стан Антони Феодосий. Слуховного обрядец. Ну, он совершенно в этом деле потерянный. Теперь меня спрашивают, как? А собрались старобрядцы. Я говорю, и в этом, и в этом элемент ереси. Этого никто не говорил. Элемент ереси. А вы как молитесь? Я говорю, я так с детства приученный. Это более объяснимо, чем это. Ну, в обоих моментах есть элемент ереси. А почему? Я 5 минут беру своих. Божество бесстрастно. Ян Златоуст. То есть Бог не может страдать, не может мучиться, не может. Он не может гневаться, хотя и написано разгневался. По человечеству, да, по божеству нет. Бог константа. Ничего, о Боге ничего нельзя сказать. И наши человеческие формы туда, антропоморфизм, нельзя к нему относить. Никак. Итак, кто страдал? Страдало человечество. Человечество на вещественном кресте, который вот так вот был, этот поперечен указан, этого не было, это выдумали православное. Его не было. А зачем она там нужна? Кто-то бы выдалблил и прочее. Вот было. Руки раскинул, поперечен и надпись все. Ну, у нас так принято, я так и рисую. А теперь смотри дальше, что? Страдало только человечество. Значит, крест вещественный, Христос к веществу относится. У него такие же были кровяные тельца. Резус крови можно было определить у Христа. Он был подобный нам человек с большой текобухой. И как дети причастны плоти и крови, вот плоти, а вот там кровь. И он воспринял оное, написано. 2.14 послание к евреям. Мы не можем никуда отойти. Страдало что? Божество? Нет. Оно бесстрастное. Человечество. А раз человечество, мы должны теперь изобразить в знаке нашим ни богочеловечества, а то от небеса склонились к богочеловеку. Никак. Один, но кто? Первые христиане молились одним перстом. Не говорит каким. Но я полагаю, что не мизинцем, а указательным действующим. Правой рукой это я вам зато успешит. Ну а как правильно? Нужно что-то такое найти, которое говорило бы о плоти и о кресте. Об этом говорят только 5 ран его. На кресте его руки, ноги и пятая. Католики молятся пятью пальцами. Самое правильное. Вот самое правильное. Так ты что, католик? Ты что? До дурака не дорос. Да какой, я какой, я православный. И в Тихии как-то стали еще так говорить. Он 13 лет у нас был. Он говорит, Игнатий, никогда не обвините, мне православный. Он супер православный. Домодедовский епископ наш был-то. И вот теперь смотри. Они говорят, ты, шедший с неба, рожденный через Деву Марию, и ты видел этот весь мир и пришел умереть, мы на левой стороне стояли, посредством своего креста пяти ран перенес нас на правую сторону. Все сходится. До одной буквы сходится. У нас не совпадает. Ну, я говорю, смертельная эта ошибка? Нет, не смертельная. Я буду думать, ну, хоть и божество, но страдало только человечество. У католиков это. И когда меня спрашивали, почему вы все за еретиков спасаете, отохватаетесь? Никогда. Вы спрашивали там, вопросы там есть. Бодрствуйте, ибо дьявол ходит рядом. А как вы считаете, у баптиста Дух Святой есть или нет? Я говорю, я не отвечаю. Теперь скажите, баптисты признают Иисуса Господом, а баптисты сядут в зале, да, мы признаем. Так, сидите тихо. У нас только в письменном виде, не надо выскакивать. Так, признаем. Вы слышали? А у вас есть такие баптисты, которые Иисуса не признают Господом? Он говорит, никогда не было. Значит, мы твердо знаем. Теперь считаем, Павел говорит, и никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. не надо ничего рисовать. Не надо ничего рисовать. они назвали Духом Святым. То есть, баптисты Духом Святым его назвали. Духом Святым. Что-то добавлял, писал? Ну, хотел сюда что-то рисовать. Не надо мне, отдай, я сохраню. Да, конечно. А еще кто написал? Пусть подпишется, автор. Распишись там. И решим, ну-ка, подписывайтесь. Так вот, смотри. Да не надо это стирать. Пиши. Я о чем говорю? Маловажно это? Я отвечаю, все старобрядцы сидят здесь. Собрались они, старобрядцы. Я говорю, я сейчас докажу, что вы не старобрядцы. Как так? Очень просто. Мельников, Федор Ефимович, это ваш историк. Вот книгу вы мне, я у вас купил здесь. Так, это вы признаете? Ну, конечно. Открываем страница такая, это написано. Ян Затаус. Изображали крестное знамение одним пальцем. Так написано. Я говорю, написана ваша книга, вы всех не читаете? Вот она книга стоит, вон она, вон. Все, бери и считай. Значит, одним, на каким не написано. Ну, я так считаю, раз не написано. А первые христиане, когда выводили их на арену, они поднимали палец кверху, один, и кричали, Христос Регна! Христос царствует! Затаус говорит, в римском патионе было 500 божеств по названию, а в действительности ни одного. И они рушили все. Христос царствует, они их, ни Марс, ни Юпитер, ни Венера. Но Венеру еще знаем, только венерическая болезнь, больше ничего. Марс, Бог войны. Все они остались еще. Кронос, Бог, Он пожирает своих детей, поедает. Это Екатерина, великомученица, доказывает им. Она была отличница. Ведь она тоже, вот попутно сказать, замуж выходить и поставила условия. Идти не хочет, а условия поставила, чтобы он был красивее меня, а сама красавица писана. Второе, чтобы он был богаче меня, она из богатой сенаторской династии. Так, чтобы была более знатная, ну, знатных, это, ну, она из княжеского рода. Ну, и, чтобы знала, не меньше меня, та фигура. А она отличница, закончила там три университета. Таких женихов нету. И мать, когда сказала одному, там у них был этот, священник-то, и говорит, вот, дочка моя, замуж не идет никак, из Швата, это женихи, богатые, хорошие. А она говорит, вот такие условия. Он говорит, а я знаю жениха такого. И она пришла, мать и Катя, а такой жених есть, где? Ну, вот у нас этот, Хрисогон, говорит, он знает. Пришли. А где он? Он говорит, в сравнении с твоим богатством, твоим, он так богат, что ты просто, и красота, грязь одна. А она такая пешила. А где он? А он снимает икону и дает ей, Иисус на руках где-то. Она на него смотрит, а на иконе глаза вдруг повернулись, он от нее отвернулся, на ужас пришла. Он даже смотреть на иконе не хочет-то. И дальше она обратится. Все Катеньки названы в ее честь. Хорошая история? Так и ты эту историю изобрази теперь на фильме или ролике, как это будет выглядеть. Вот загадывать, какие условия. Условия одни. Люби Бога, люби Библию. Кто не любит Иисуса, моранов и анапима. Кто Слово Божие нарушает, будьте и так, говорит, анапима. Две анапимы, и обе против православных. Мы должны сказать, православные не правы. Надо проповедовать, как баптисты. Баптисты не правы. Нет литургии, нет причастия. Мы должны увидеть, надо и сказать. Нам должны проповедники, а у них должны быть рукоположия епископа. Ну, почему дальше не договаривают тогда? Ну, это невозможно. Мы должны сказать. Сегодня невозможно, завтра может быть возможно. Вот это и есть объединение кумена. Только пусть каждый по себе борется. А баптисты бы сказали, а можно, чтобы у нас вот, ну, без этой одежды богатой наши были пресс-литера? Можно. Это не столь важно. А можно, чтобы, мы скажем, посты только великий пост и среда, и пятницу. 59-е постовское правило. Это нельзя убрать. И бороду не трогать. А дальше вам рукоположат, а все, все равно вы правильно понимаете, учите. Все. То есть, можно найти, даже это не компромисс, а поистине, нам кое-что отказаться надо. Но я православный, вопрос снят. Я должен выполнять. А они-то бы отказались. Нам-то ладно. Помнишь, я отвечал на вопрос, если бы избрали патриархом, что бы сделал? Первое, я говорю, запретил бы строительство храма, все остановил. Деньги все отдал бы банкирам, у кого заняли. Второе, сразу же открыть училища. Какие? Тысячи училищ в один день. Но у нас учителя нет. А я уже договорился, я в Москву съездил. С баптистами. Кто будет преподавать слово Божие, как вы понимаете, научить любить Христа и Библию. Ничего православного не трогать. Есть желающие. Он говорит, мы только объявили, три тысячи нашлось. А мне тысячу надо, отбирайте самых хороших. Все. Ставьте меня патриархом-то. Я не болею, у меня силы много. И все. А если президента мы избрали, первый, сказал бы, все лежащие полицейские, которые все срубить, и найти, кто это сделал, и наказать. Это первый мой указ будет президента. Я чему? Ну а дальше готовы уже решение. Теперь сам думай, почему. Я ездил, наверное, долго, много проехал. И, наверное, смотрел, он терпелся от этого. За пределами, допустим, возле школы. Ученики ушли. Суббота, воскресенье, никого нету. А теперь тормозят, начинают, и горючие, сжаться от этого. Бросили скорость. Подпрыгнули, додобили, ничего нельзя сделать. А сколько оштрафовали, что которые пытались переехать быстрее? Ходовая подвеска летит. Да, ну он сидит. Вот. Это я бы в помощники взял у президента. Только у него был бы кабинет от меня подальше, метров на 800. Чтобы можно было пешком ходить. Так-то голосуйте за нас с Игорем. Голосуем. Нет, надо сначала набрать 100 тысяч голосов, чтобы приняли. А что, сейчас вот все в начале так? У меня по интернету сколько друзей-то. Мне сколько раз пишут. Вот эти такие, да только лапки надо президентом. А другие нет, патриархом его надо. Это в интернете пишут мне. Это можно сделать. Главное президентом стать. А там дальше вы выйдете и скажете, а, патриарха ищите? А я вот готов. Помните, как Николай-то зашел, отъехнул медаль. Они говорят, я патриархом. Они говорят, промолчали, это простить им уже не могли. Да. А Ксень, если Ксения Собчака, почему я не пошел? Конечно, отчетов говорить. Чем я хуже, говорит, ее. Такая девчина не боится. Ее уже все сняли. Главное, кто ее там пропагандировал, убежал от нее, говорит, отрекся. Сейчас Грудинина не вытаскивает, а эти ищут компромата. А он с коммунистами присоединился. Ой, ой, не хотите голосовать за неверующих. Она думала, как в доме 2. Евреям 1,6. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Толкование. Христос называет свое пришествие во плоти сходом. Например, когда говорит, вышел сеятель сеять. Матфея 13,3. И еще. Я исшел от Отца. Евангелие Таана, 16,28. И справедливо. Ибо мы были вне Бога, и он, сойдя к нам как посланник, живя с нами, очищая нас, примирил с царем. А Павел теперь называет пришествие его входом, взяв его переносное выражение из примера наследников, получающих наследство какое-либо имущество. Ибо это и означает выражение вводит, когда Отец вручил Сыну Вселенную, ибо тогда он принял ее добровольно подчинившуюся в свое владение, когда и был познан. Вводится же не иначе, как воплоти, ибо он, как Бог Слова, цитирую, в мире был и мир через него начал быть. Иван Гритана 1.10 Отца он представляет вводящим Сына, чтобы сделать речь приятной. Григорий Женицкий и Святой Кирилл так поняли выражение вводят, что до воплощения он не имел ничего общего створения, будучи, как Бог, бестелесен. Когда же воплотился, тогда приобщившись твари, поскольку тварное соединил в себе, он, как говорится, и был введен в творение. Очевидно, поклонится тому, который принял плоть. Здесь показывает ниже, что настолько он превосходнее ангелов, владыка превосходнее рабов, подобно тому, как если бы кто, вводя кого-нибудь в дом, повелел предстоящим нам тотчас поклониться ему. Хорошо Златоуст толкует это место, я скажу, почему ко Христу относятся. Представьте, как путешествует, осматривает свои владения царь. Ну, это молодой вперед в гостиницу в город приехал запыленный, ну, как верхом на коне, не в машине же. Его в гостиницу не пускают, он всем на кресо сидит. Ну, что сидишь-то тут, бомж? Я хотел вот это. Что хотеть-то? Сказали, мест нету. Ну, все. Ну, панфары, труба, шлип такое. Да, что ли же сказали, царь приезжает. Ну, да куда-то? Прямо сюда едет. Да вы что? Он, наконец, подходит, так, а где мой сын здесь? А вот сидит здесь. Его не приняли. Так, гостиницу убрать отсюда. Вместе с жильцами. Все кончилось. Они его не узнали. Они его не узнали. Пришел к своим, и свои не приняли его. Вот такое делает сравнение. Он запыленный, потевший, приехал, его не узнали, что царский сын. Вот и весь сказ. Продежки встретили. Да. Надо было по уму. Евреям 1,7. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Толкование. Вот величайшее между ними различие. Они созданы, а он, Христос, не создан. Выражение ты творишь означает приведение из небытия в бытие. Не перед одними только ангелами он имеет превосходство, но и пред всеми служебными силами. Не сказал сотворил, но творишь. То есть сохраняя словом. Где ангел творишь духов? Почитай еще раз. Об ангелам сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Понимаете, это толкование какое суженное здесь. Ангелы не творят до ангелов. Духи это ангелы. Они не творят ангелы, ничего. Духи это ветры. И ангелы держали ветры, которые четыре ветра. Это ветры. Дух дышит где хочет. Это не дух какой-то, ветер. По-английски там и по-немецки стоит ветер жужжит где хочет и голос слышишь, а откуда пришел не знаешь. Так бывает от плоского переходит к духовному рожденному свыше. Вот он объясняет это в данном случае он же грек. Ангелами творишь духов. Ангелами никогда Бог ничего не творил. Творил Сын. Все через Него начало быть. И ничто не начало быть, что начало быть. А каких он духов тогда творит? Он из небытия творит. Из небытия ветра творит. Его не было. А теперь развязало вдруг ветры подули все порвали провода деревья упали. Это ангелы делают. Ангелы написано четыре ангела держащие ветер на четырех концах вселенной. Ангелы духов творит ветры создает торнадо цунами в мире я хозяин. Он же сейчас прочитал сам стих а не толкование. Нет толкование. Если бытие в бытие приводит дух. Перечитал он сейчас сам стих. Об ангелах сказано ты творишь ангелами своими духов. Ангелы духи являются беспересными. Какие ангелы творят? Ангелами. То есть ангелы делают этих духов. Нет он творит духов в виде ангелов. Ты творишь ангелами своими духов. Подожди маленько. Акстис досчитай десять раз Господи помилуй. Куда вас забросило сразу? В виде ангелами создаешь духов. Творишь. Творение это создатель. Ангелы ничего не могут создавать. Они держат. Из бытия написано дальше ничего не может создавать ангел. Все через него начало быть. ничто не начало быть. Что вы городите? Это абсолютно он берет именно к ветрам речь идет. он завязан он уже сотворен но они его сдерживают наконец развязывают эти мешки как в греческие за руном ехали развязался мешок и ветры подули. Вот это как раз и есть. Борей назывался да. Вот как понимать надо. Ангелами творишь духов. То есть ангелы создают ветры. Ну а как объяснить? Я спрашиваю а что такое ветер? Ну знаете это перепад температур так чтобы создать скорость ветра пять метров в секунду какой должен перепад температур? Это сейчас в лаборатории могут сделать. Значит здесь сорок градусов жары а там холода. А чтобы создать такое чтобы 320 километров сейчас было когда поднимаемые волны разлагаются на кислород и водород и молнии зажигаются и море катит огненные волы. Вот как было. Это какая температура? На земле не было тысячи градусов жару и не было там 271 градус мороза. Ниоткуда вдруг сразу вот пишет близ Горького люди работают на поле и вдруг видят прямо быстро несется черное облако смотри облако несется одно на ясном небе долетает до их стела и падает на землю вертикально вниз вырывает деревья там дубы говорит столетние все вырвало крыши все дальше пронеслось и опять поднялось и исчезло газета пишет сейчас это современное все а что это такое никто не знает а ты знаешь я знаю я знаю он творит духов есть те которые подражают ветра эти господь решил наказать дунул с нами там провалилось люди определяют на самом деле это поверхностно я разговаривал с медицинским работником и он говорит сейчас как еще ничего не знаю это уже охота резать кандидатскую защитить уже какие-то там опыты делать надо ты же знаешь у врачей главное что три это у него знание скальпер травы и слово вот все сейчас все на скальпеле я более матершинных людей не встречал наверное ну бывает журналисты так матерятся подряд медики матерятся до того сценичные я пришел маму привел они идут я говорю еще не так матерятся только это пятый курс уже успокоили меня на первом они еще так не матерились я хотел проветры так что это чудо что ты вырвался оттуда проветры хотел добавить вот в 1494 в 1492 году этот Магеллан хотел сказать этот Колумб поплыл и 4 месяца почти 4 месяца они плавали на своих кораблях на этих трех и плыли и вот везде всегда был штиль они ничего не могли доплыть то и он назвал вот этот переход и обратно приплыли потом тихим тихим морем ну океан назвали его теперь Тихий океан а теперь выясняется что бурнее вот чем Тихом океане нету почему же тогда не было вот целый год считай была тишина стояла что они вот был ангелы завязали может для того чтобы Колумб приплыл и не было ничего не потопили ничего а Магеллан поплыл у него все корабли разметало сам погиб а у кого это там собрался идти то какой ксерокс когда корабли то все разбились он до того переобиделся воинов поставили с бичами по волнам чтобы христали море наказать тихо-тихо тихо-тихо давай все по времени все подожди так подожди подожди все давай потеряется потеряется конечно давайте еще раз послушаем интересно про море посчитаем и вот большое там толкование мне просто Иначе говорит что творишь ангел ангел но имеется ввиду Господь творит ангелов духами потому что в следующем сказано ну толкование нужно прочитать чтобы понятно было но ксерам Андреевичам не зря говорили слова это Иначе да вы об одном том же говорили нет 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 творит Господь ты прочитай сам потом поймешь нет сейчас прочитай давай читай а то с этим отпусти еротиком останется давайте да рогатый там злой хорин чтобы не ухорнился сразу вырывай евреям один куда ты на фишке ложишься мы толкование не дочитали ремень снимите на тихо а большое да нет небольшое и на восьмое небольшое две минуты давайте как дети рванули звонок давай евреям 1.7 об ангелах сказано двоеточие с большой буквы ты Бог творишь ангелами своими своими с большой буквы ангелы это божье творение и служителями своими они служители его они есть бламенеющий огонь они огонь творят ангелы то есть Бог творил огонь а теперь дал им власть когда пустить ветер когда огонь да не ангелы творят огонь а Бог через ангела Бог творит допустим начальник дал указание он никого не расстрелял он дал указание расстрелял трех в час 3 метра 3 метра в час ангел может отпустить ветер и 320 километров в час он пускает ангел не Бог уже где же уже дуешь они держат на концах света который держит ветер но ангелы без Бога могут это делать не могут так они служители Божьи об этом жаравей построил храм он что один что ли построил храм да ну понял служители да я то понял а ты понял так обиди пост обиди на один час хотя бы и все уйдет так уже закончили ну пусть прочитают ну давай решили дочитать вы перебиваете ладно толкование вот величайшее между ними различие двоеточие они маленькая буквы то есть ангелы созданы а он с большой буквы не создан о Христе вели эта речь потому что Христа творением иеговисты называют ангелом его называют тварью выражение ты творишь означает привидение из небытия в бытие то есть не было ветра стал ветер не было ангела стал ангел и мы ангелов их не видим не ангелы творят духа в духе от ангела это ветер называется дух дышит где хочет а во всех переводах написано ветер дует где ветер дует духов нету это у нас перевод такой дан потому что ветер называется дух движение не перед одними не перед одними только ангелами он имеет превосходство но и перед всеми служебными силами Господь не сказал сотворил но творишь то есть сохраняя с большой буквы словом которым они сотворены то есть это называется зиждитель зиждитель вот Исааке тоже сказали ты узнал там тяготение то другое ну это все как-то тормозит где там вот это правильно ну а там тоже и там тормозит а как же тогда так точно идут ну значит великий часовщик время от времени часы подводит просто и понятно отлично такое же выражение в Евангелии двоеточие отец мой до ныне делает это Евангелие от Иоанна 5.17 то есть содержит все зиждитель сотворенное и оконченное уже и сохраняет для того чтобы довести до совершенства и вот восьмой стих по которому вопрос сейчас брат задал восьмой а о сыне то есть а о то есть перед этим говорилось об ангелах теперь говорится о сыне а это напротив уже это все говорится для того чтобы не путали чтобы Христа ангелом не назвали вот свидетели старого башня говорит Христос это говорит Архангел Михаил да Рафаил да Гавриил Михаил а Михаил точно Михаил вот и вот апостол Павел евреям пишет то есть об ангелах так написано а о сыне с большой буквы о Христе написано престол твой Божий во век века жезл царствия твоего жезл правоты то есть когда пьет жертвы поясняй жертвы это не палка это означает наказание которое исходит непосредственно от Христа а не по правде по истине он ударил парализован будешь лежать плюнул о слеп а говорит а как ты епископом стал а он подумал знаешь плюнет Христос на кого слюня попадет то ты епископом а почему так он испиновение зрение дает он мне дал зрение плюнул на меня я прозрел и вижу толкование ангелы создание и творение ибо о них сказано ты творишь ты с большой буквы а сын не творение о нем не сказано ты творишь но царь владыка бог престол усвояется ему что служит знаком царствия и престол вечный это против Павла Самосадского представляющего простым человеком истинного бога и вечного царя и против Ария жезл царствия твоего жезл правоты вот и другой знак царствия то есть о Христе было сказано как о Боге об ангелах никогда так не не говорилось ну да они ими творят священник преподает а в это время дети задавайте какой вопрос так он кто боженький или кто он бог и человек так он все так же любил кисель вот мы хлебать как детство и какать ходил он говорит все так же было он истинный человек священник о Христе так говорит ну а как это ребенок по силам и ответил вот и все вопрос да да вопрос как-то сразу ставится по-другому мы привыкли сразу по-другому не но его точку зрения будем выслуживать давай давай говори что там твоя точка зрения не ввел что ты творишь ангелов своими духами что ангелы есть именно эти духи и пламени это ты огонь как бы пламени еще что это это точка или кочка что да непонятно что это тоже умеет мысль такое место быть ты творишь ангелы ангелы откуда вы это взяли что ты да он наслушался подожди что ангелы являются духами еще что ангелы ну они же не бесплотны духи ну я их то имею ввиду нет они бесплотны понятно что бесплотны ну вот ну и что за вопрос то ты своими бесплотными ангелами творишь бесплотных духов других да еще раз повторяю творить это значит делать сдерживать там написано сдерживать для русских написано Сдерживать, написано Сдерживают ветры, они ветры уже сделаны Ветры 500 км в час Подожди, ты что-то на такой скорости ветры пошли Да, понял Ветры сделаны уже Они просто их сдерживают ангелы Они их не творят Они сотворены уже Они сдерживают за 4 ангела На все 4 стороны света Господь ветры сотворил ангела Сотворил ангела И ангелам дал управлять ветра Управлять его, совершенно верно Дух дышит где хочет Ты слышал? Дух дышит где хочет Это ветер дует где хочет И голос слышишь, написано И жужжание ветра И не знаешь, откуда приходит Духом назван ветер А злобных духов кто сотворил? Это другой совсем разговор Слово дух имеет много значения Их никто не сотворил, они сами получились Кто бы их сотворил? Ну злобных Бог сотворил Они сами взяли злобу-то на себя Ну да, но Бог сотворил Это бывший ангел Нет, но это другого все Бывший ангел Ангел он творится До этого они были сотворенные Богом Хорошенькие были, очень добренькие были А сейчас некоторые говорят А как же домовые? Ну это когда с неба падали И мы его падали прямо во двор И живя среди людей Пап, мякли Это книга сейчас выпущена Это тоже одна такая вот упала И потом среди людей Так она уже видит Хорошая жизнь Пап, мякли Как зарычал Я слышала Паси Христос за настроение За разумление Достойно истерково истину Божи Тетя Благородицу Христо блаженную и пренепорочную И Матерь Бога нашего Честнейшую Херубин И славнейшую Без сравнения Серафин Безыстрения Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Молитесь Игнатий Игоревич Отец наш Небесный Любящий Создатель Мы Твое творение Предстали перед Твоим Величием Чтобы уразуметь Слово Вечное Если в чем мы погрешили Прости нас Господи И слышно Помоги притворить в жизни Быть любящими Смиренными И кроткими Мы так нуждаемся В помощи Твоей Посети брата нашего Романа Избави от Духа лжи Не дай ему погибнуть И добрые дела Его да придут на память Как дела Корнилия Тебе слава и хвала За все Отец Сын И Святой Дух Аминь Отец наш Небесный Прими нашу молитву В одеянию рук Как жертву вечерней И благоухание приятное Боже Всемогущий Соедини нашу молитву С молитвами всех святых Молящихся тебе на небе и на земле Услыши Божий Дивный Молитву всех Кто молится о нас во благо нам Исполни ее И прими Всемогущий Создатель Нашу молитву О всех заповедавших Нам молиться о них Спаси их Господи И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушай И дослышит Раб Твой Аминь 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 Слава Христову Кому до площади Октября доехать Я не знаю Как помочь Подождите тогда здесь Я вас довезу Отвечайте Слава